Здравствуйте, уважаемые коллеги. Текущий 2019 год стал для уральских авиалиний очень богатым на события. Достаточно много событий происходит у нас в авиационно-техническом центре. В этом году мы внедряем в жизнь много очень важных проектов. Мы запускаем в работу новый цеховой комплекс, который включает в себя участки структурного ремонта, обслуживания колес, тормозов, аварийно-спасательного оборудования, кресельного оборудования. Мы с вами сертифицируем свой собственный учебный центр, что является очень важным для нас. Очень активно идет освоение новой авиационной техники Airbus 320neo и Boeing 737. Логическим продолжением является внедрение новой информационной системы AMOS в работу авиационно-технического центра. Это внедрение должно вывести нас на качественно новый технологический уровень. Хочу сказать большое спасибо всем, кто участвует во внедрении этого нового, очень важного для нас и очень красивого проекта. Всем привет! Меня зовут Антон Слинько и я являюсь руководителем проекта по внедрению AMOS в авиакомпанию Уральской авиалинии. Реализация проекта началась в июне 2018 года и это значит, что мы прошли путь от момента подписания до полного перехода всех подразделений АТЦ на новое программное обеспечение всего за 16 месяцев. При флоте в 45 воздушных судов это потрясающий результат. Чтобы его достичь, была сформирована команда из лучших специалистов различных подразделений АТЦ. На время реализации проекта 13 ведущих специалистов по своим направлениям превратились в ки-юзеров, сплоченную команду, целью которой было полное изменение большинства бизнес-процессов, многие из которых сложились более 10 лет назад, в момент начала эксплуатации первых самолетов Airbus. Внедрение AMOS затронуло все без исключения сферы деятельности АТЦ авиакомпании. Была проведена огромная работа и я хотел бы, чтобы люди, внедряющие AMOS, сказали вам несколько слов о том, что поменяется с запуском нового программного обеспечения. Переход на систему AMOS дает нам определенный дополнительный спектр возможностей. Один из них это взаимодействие с системой управления движением воздушными судами парка авиакомпании. Сможем получать выполненные рейсы и планируемые рейсы. Мы можем выполнять более точное планирование технического обслуживания. Наличие информации по запчастям на линейных станциях дополнительно нам дает возможность планировать работы именно там, где это возможно. В ходе выполнения тяжелых форм, таких как СИЧЕК, структурные формы ремонтов, мы сможем в режиме онлайн отслеживать ход выполнения работ, а соответственно более точно прогнозировать окончание этих работ. У нас появится возможность формировать базу данных по всем дефектам, выявленным в ходе выполнения технического обслуживания. AMOS это уникальная система, которая объединяет в себе и структурирует информацию по воздушным судам, что в свою очередь облегчает управление и надзор по поддержанию летной годности, обеспечивая соблюдение требований авиационных властей. Также AMOS позволяет автоматизировать некоторые рутинные процессы. Запуск программы AMOS позволит нам видеть в режиме реального времени количество и квалификацию инженерно-технического персонала в текущей и планируемых сменах. При возникновении необходимости выполнения больших объемов ТО вносить соответствующие корректировки. Также AMOS станет отличным инструментом для отслеживания текущей загрузки каждого инженера и позволит своевременно обращать внимание на возникающие в процессе работы трудности с конкретным выданным заданием. Внедрение новой системы позволит нам облегчить решение ряда задач, существующих в департаменте управления качеством. Так, сотрудникам отдела обеспечения качества и сотрудникам отдела контроля качества стало проще отслеживать и контролировать процессы технического обслуживания и поддержания летной годности. Важным инструментом для нас также является модуль, позволяющий контролировать квалификации и обучение технического состава. Мы получили современные механизмы планирования и контроля запасов запчастей на складах, как на базе в Екатеринбурге, так и на других линейных станциях. Теперь все запланированные события неразрывно связаны с материалом на складе, либо с потребностью в нем. Важным элементом, которые получили логисты, это интерфейсная связь с Людганзотехник, наличие которой гармонизирует процесс поставки авиационно-технического имущества. В перспективе развития системы, связь между АМОСами сторонних организаций, крупнейших авиакомпаний России, внедрение программы АМОС позволило нам существенно модернизировать нашу складскую систему. Одним из основных новшеств является введение системы штрихкодирования всего авиационно-технического имущества, что позволило существенно упростить процедуру приема, выдачи материала, проведение инвентаризации. Также благодаря АМОС была автоматизирована система выдачи авиационно-технического имущества со склада. Внедрение АМОС — это важный шаг в реализации программы по оптимизации всех производственных процессов в авиакомпании. Одним из важнейших элементов программы АМОС является финансовый модуль. Его внедрение позволит нашим специалистам безошибочно и точно определять расходы на техническое обслуживание каждого конкретного самолета, выявлять возможности для дальнейшей оптимизации различных бизнес-процессов. Запуск складского модуля и начало введения склада запчастей в программе АМОС позволит избежать приобретения лишних расходных материалов и таким образом наиболее оптимально использовать финансовые ресурсы, которые выделяются на материальную поддержку воздушных судов авиакомпании. Мы прекрасно понимаем, что запуск — это всего лишь первый шаг. Будут неизбежны сбои и ошибки. Но я уверен, что проделанная подготовительная работа позволит пройти этот путь максимально гладко. Я и члены моей команды будем помогать всем сотрудникам АТЦ во время запуска. Не стесняйтесь, обращайтесь по любым вопросам. Вместе мы обязательно решим любые проблемы. Я уверен, что 23 сентября 2019 года войдет в историю авиакомпании, как начало нового важнейшего этапа в развитии нашего авиационно-технического центра.